всех приветствую в наступившем уже 2023 году хотелось бы вам от лица нашего канала пожелать счастья здоровья любви благополучия хороших снастей и финансовой состоятельности и теперь мы приступим к обзору вот этой кучи которую вы можете видеть на экране поехали начнем стоп вотеров лаки крафт сами сотый размер этот у меня был я взял себе вот такой пятнистый подбаса как дублер ну всякий случай 100 миллиметров весит 13 и 5 грамм и вот обратите внимание как выполнена нагрузка 4 шарика в задней части и две трети приманки пустой и в голове еще четыре стеклянных шарика которые создают это дополнительно раздражающий высокочастотный шум ну сотка он как универсал на жереха тоже кстати покатит просто в этом году мест не было для особо времени где покидать на более спокойной воде потому что все знают что уокеры они ограничены углом проводки и это неоднократно говорил в местах тем более где течение на перекатах и вот что интересно матовые такие цвета у лаки крафта некоторые расцветки они вот как прорезиненные не знаю насколько вам видно это на камере на экранах но он такой как прорезиненный очень интересно но и вот за счет огрузки вот это и когда он во первых за счет тяжести снизу занимает определенное положение в воде но и также за счет скоса при рывках начинает уходить в сторону потому что две трети приманки вот этой части они легкие из-за этого получается а так в принципе у топ-вотеров архитектура она у всех одинаковая там плюс-минус может быть здесь один шар либо два шарика но всегда будет вот эта часть пустая либо бывает у стиков вот здесь зафиксированный груз посередине еще чтобы приманка дополнительно с полом сейчас я вам покажу на примере ганфиша вы видите такой огромный внушительный шар ядро в задней части а здесь приманка пустая в голове у него вроде ничего нет ну и он шумит по-другому такой среди среднечастотный шум издает не глух ну достаточно глухой на фоне сами интересно кстати вот это тут симбиоз в первую очередь по щуке и из-за вот этой выемки и прерывковых проводках такое достаточно большой кавитационный пузырь приманка создает впереди себя это интересно не знаю зачем 117 взял ну просто потому что это лаки крафт это проверенные приманки топовые и это интересно так следом за сами у нас есть вот такой дружок это сэм люрс или сам люрс не знаю как правильно есть среди вас лингвисты или нет белом цвете то мы серёгой покупали на черную пятницу приманки ну покупали потому что это не попсовые достаточно такие вещи не распространенные просто интересно попробовать но здесь мы видим такой же абсолютно форм-фактор практически такой же вес такая же форма но немножко отличаются белый цвет классика ну здесь уже нет вот этих шариков стеклянных и шумит приманка немного по-другому так что такая тема они вот практически одинаковые вот это только немного потяжелее мне так если в руках берешь или он просто гружен по-другому ну короче не будем откладывать 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 а еще хотелось бы сказать по поводу вот этой матовости от не знаю насколько вам видно но здесь прям это ярко выраженного пойнтера не помню как цвет называется вот он прям резиновый резиновый такой вот трогаешь такие ощущения вот как рукоятки у ножей делают здесь даже видно вот щука задрала немного и вот покрытие такое прорезиненное просто пушка ребят у других я ни у кого не видел у производителей воблеров у японских чтобы прям как прорезиненное было такое покрытие в каких-то определенных цветах я подчеркиваю не во всех просто есть матовый 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 там риджи есть матовые какие-то другие еще приманки но здесь примут ну не знаю вот он прям такой как липкий нет это просто бомба со . так давайте дальше раз у нас потом разговор идет взяли маласа в себе серега взял два вот таких березка цвет и american но тигер и такое ну вас есть мало не знаю что мало все говорить но я в первую очередь по жереху и взял покатать в этом году тоже времени было не успели там где были какие-то вывозки на перекате нету в коробке не было то еще что-то классика я такие взял корова это white bass и black bass такой темный тоже вещь интересная интересная на своим симбиозом открыть то есть из-за того что он сочетает в себя и поппер и walker и просто равномерка его можно гонять за счет вот этой выемки и он такое некоторое впечатление объемности создает что очень часто жереху нравится не всегда жерех реагирует на такие напрагонистые приманки то есть может он просто смотрит на то что приманка кажется ему больше добыча и он реагирует ну мало же пазы по жереху катают проверенная тема в основном но многие по щуки на меликах но мы взяли такие красавчики все будет обкатаны кстати в этом году не так скоро компания пиранья завезет новинку это будет маленький малаз 45 миллиметров весом 5 грамм это будет прям вообще бомба с таким форм-фактором я думаю по всей рыбе выстрелит так что следите за новостями короче маласик а ну по про форм-фактор если еще сказать вот многие делают польские чтобы на этом фоне приманка была объемная она может быть не не круглая там не просто например широкая сами понимаете либо повыше делают либо по как-то либо есть мульма на сегодняшний день раритет за который просят по две с половиной тысячи рублей тоже форм-фактор видите такой кругляк имеет право на жизнь будем обкатывать ну дальше что здесь еще показать если взял пойнтеры 78 тоже классика классик как и сотка таких цветах в рябах что-то не на мне понравилось захотелось именно такие пятнистые 78 9 грамм весит в первую очередь а так как универсальчик системы дальнего заброса нет просто здесь огрузка такая происходит среди части которая задает достаточно активную игру ну и в твичинге конечно ваши возможности безграничны дальше взял еще соточки кислота и ананас кислота здесь вот он матовый такой вот шершавый вот на камеру это прекрасно видно вот это сотка здесь абсолютно все иначе то есть вот заметно это круто ну сотка думаю рабочая классика причин гола почему бы не продублировать еще такими макикрафтом на рынке не знаю сейчас трудности у всех непостоянные происходят поставки я думаю ну надо запастись цветами какими-то интересными положить на полку так сказать для запаса вдруг съест там у меня коряга либо щука либо еще кто-то либо он просто развалится душу конечно но запас не помешает тем более таких классик так летим дальше дальше взяли серёга клачи сейчас я вам покажу мр к чем интересен мр тем что лаки крафта мр к заходит до метра может быть чуть чуть больше и вот такой цвет это такой как красный карамельный и вот здесь с таким с переливом с небольшим цвет интересные вот сетка цветовая везде в интернет магазинах там на сайтах когда смотришь цвета все равно не немного отличаются а когда по факту приходит но цвет немного другой и вот он даже круче чем можно увидеть на картинках где-то в магазине такая карамелька прикольно мне очень понравился и он мр к поменьше чем ср и ссср так что я думаю будет разрывать надежды есть у меня на него огромные дальше у нас д3 кастом такие как мы их называем клопы серёга взял маленького белый цвет вес у него 2 с небольшим грамма 27 вроде у меня маленький был я у продал потому что ну во первых конкуренции с большим он не выдерживает из-за своего веса и плюс ну мелкие приманки они срабатывают на каких-то водоемах на некрупных либо когда уже рыба совсем запрессованная там в разгаре лета когда ее нужно удивлять чем-то там подбрасывать совсем миниатюрные приманки ну тогда это имеет право на жизнь у меня как бы мелочи хватает там и польские всякие поэтому мелкий не брал серёга взял такого белого кстати такой матовый шершавый 30 30 миллиметров здесь но интересная штука такая достаточно уже попсовая и узнаваемая среди головлят ников нет ничего прям такого изысканного скажем так а я себе взял крупного 39 миллиметров 6 и 3 грамм вот за счет веса он уже покруче летит цвет такой кремовый интересный и она тоже матовый такой шершавый у меня есть он обычный красный но красный мне просто не нравится как сам цвет для головля не очень щука его вообще хватает без вопросов летом где-то на перекатах там в каких-то местах просто опять же тут из-за объема она его хватает что такой кругляк она видит что до добыча проплывает мимо думаю дай схвачу но по головлю он не не особо зашел потому что голавль клевал такой не особо крупный ну и плюс цвет цвет мне не нравится я просто коробку бывает открываю смотрю он там лежит и как-то нет желания пользоваться ну а тут скидки были он стоит 1300 вполне адекватных денег причем на скидках где скидки реальные не как там на алибабе что ребят спешите покупайте на черную пятницу а перед этим они цены задирают и потом ну получается вы покупаете за ту цену который стоял до этого здесь реально там он стоил как тысяч небольшим это реально копейки сейчас мы серым купили таких по одному у него кстати тоже есть крупный такой мы ему презентовали но не матовая такой в темном цвете поэтому я думаю взял мелкий из-за этого продублировал так сказать так а вот кстати еще я вам не сказал обратите внимание здесь крючки и маленькие и здесь такие же маленькие вот смотрите я вам доставать не буду почему там прилеплен зацеплен то есть но крючки я наверно поменяю хотя здесь тоже не особо крупные не знаю мне кажется они там ставят у себя на производстве какие какие крючки попались такие поставили на размер приманки не смотрят и вот такие два они погодите мне там еще будет вот такие два красавчика это все та же фирма потрашим вылезай это вот такая минушка но минушка с вот таким лбом ребята да прям какой-то моби дик то есть чем интересно эта штука то что она там как-то название у нее от мину поп к токас мину поп видимо из-за того что вот создается пространство между лопаткой и вот вот этой частью где петля и можно наверно на коротких рывках еще работать как поппером но я не знаю это мои домыслы их вообще есть четыре разновидности и в том числе есть и круг крупнее размер это семидесятка есть с пашка тонущий плавающий хай флот то есть быстро всплывающий я вот взял хай флот замысел был как у этой идеи чтобы купить и работать на перекатах на каких-то ну чтобы его выбивала как пробкой и чтобы можно было угол подобрать и делать проводку в том числе против течения чтобы он не заваливался то что опираясь на описание посмотрел что он держит там любое течение бла-бла-бла там таких валебные воды ему напели я думаю ну почему нет ценник опять же вполне гуманный штуки такие достаточно не попсовые не думаю ну возьму и вот вот о чем я говорю разница чем вот этот который поп вот смотрите насколько он крупнее чем вот этот мой мой тихий абсолютно тихий и у серёги тоже вот этот тихий только что у меня цвет вот приходилось выбирать там было либо шпрота либо какой-то такой прозрачный ну море не очень интересно я взял зеленый такой с отливом зеленые вот эти мне тоже не нравятся цвета не знаю почему именно вот такие такие какие-то болотные ну пришлось брать такой понимаешь это конечно предубеждение все боль по большей части но пришлось там натуралки такой прям как натуралки натуралки не было я взял такой сережка вот этот ну посмотрим опять же что они все представляют но приманки максимально интересные потому что у нас водоемы мелководные большей части и мы где лезем летом там ну буквально прослойка воды 10 сантиметров больше ничего не покидаешь будешь траву без конца цеплять а если здоровенный пук травы какой-то на крючке цепляется то это даже чревато обрывами так так с вот этими мы разобрались идем дальше дальше у серёги слаломер 85 размер и на этом сухая информация заканчивается такой шум издает среднечастотный глухой форм-фактор вот опять же объемный достаточно достаточно тяжелый но я не знаю на вскидку так не скажу сколько он весит ну порядка 15 грамм не знаю серёга для чего его взял видимо поддался какому-то минутному помешательству как и я в свое время и купил на жерих вот этот а я вообще психанул по мне взял вот эту штуку она весит 28 грамм то есть тоже осыпается тяжелая вот она можете наблюдать вот так осыпается воде но честно и даже бросать боюсь потому что ну это просто полетит мне кажется не то что на соседний берег в соседнюю брянскую область улетит с хорошим забросом либо если быть не осмотрительным невнимательным нужно вообще мост зацепить сзади или какого-нибудь рыбака или кусты и сломать палку это конечно полегче тоже такая натуралка но от форм-фактор интересный все-таки тоже можете опять же приведу опять пример повторюсь вот жереховая штука а по поводу плавающих приманок сейчас я в интернете там некоторые помню писали что так и так там незаменимых приманок нет можно купить любые и не отдавать там сумасшедшие какие-то деньги приманки то есть любые но форм-фактор которые вот в себе сочетает определенные требования приманки чтобы приманка была например объемная чтобы приманка была определенного размера которые нравятся жереху этот 70 80 достаточно объемный чтобы он при этом был жереховый но не слишком то есть достаточно компактный при этом чтобы он держал течение чтобы он держал определенный горизонт там плюс минус 15 сантиметров 20 чтобы он не цеплял траву и прочее 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 не недостаточно иметь приманку у себя в коробке просто плавающую плавающих полным-полно приманок там и составники любые но половина из них они во-первых будут заглубляться больше чем нужно это вообще самый главный фактор и к скорости проводки они не будут приспособлены их будет либо выворачивать там либо они будут в стопор уходить на течение либо еще будет с ними что-то происходит либо по форм-фактору они будут не подходить тупо вот и все поэтому методом проб и ошибок нужно коробку подбирать там например плавающие такие 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 приманки иметь в коробке стейки это там такие 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 размера плюс еще не такой фактор который находится не на последнем месте это дальнобойность то есть вес вы можете плавающий найти а он там будет весить я не знаю короче легкий вес будет 5 грамм 7 грамм плюс форму у него будет не то и за счет этого и баллистика будет не то он не будет лететь короче много всего это не так не от балды придумано что вот взял там и ловишь нет каждой приманки они под определенные условия подходят тем более что касается жереха это были все обновки на сегодня также напоминаю вам не скупиться прожать лайчок алгоритмы youtube и так работают чем больше лайков тем больше вовлечения новых зрителей подписчиков на канал и напоминаю вам что у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал где мы постим какие-то новости всякую ерунду приколы и тому подобное всем спасибо за внимание и до новых встреч